Я не могу выделить в команде топ-менеджеров или бредовых сотрудников, потому что в любом проекте в успехе участвуют все. Роль людей в компании, я бы сказал, состоит сразу после судьбы. Конечно, собрать команду можно. Это довольно сложно, но это напрямую зависит от того, насколько владелец компании горит этой идеей и готов зажигать свои идеи других сотрудников. В IT-сфере все немножечко чудики и, как в интернет-меме, найти человека с тем же психическим расстройством, что и у тебя, бесценно. На самом деле это в точности невозможно, но можно найти тех, кто резонирует именно с тобой. И бывает, когда проводишь собеседование, проверяешь его на знания, умения, на так называемые hard skills, soft skills. Да, в целом человек все умеет, все знает, но чувствует, что не наш. Конечно, хорошую команду собрать тяжело, но мы научились уже, выработали какой-то свой метод. Сначала мы обращаем внимание на продуктивность, потом на личностные качества и, в последнюю очередь, на профессиональные навыки, потому что это мы уже научились подтягивать. Организация — это система, и в ней каждая мелочь не мелочь. Вот есть подпорочка, про нее забыли, или ее случайно вынешь, и разрушится все. Технологии являются проводником человеческой деятельности. Они, конечно же, никогда не заменят человека. Невозможно заменить технологиями отношения между людьми, потому что зачастую клиент покупает не конкретный продукт, а человека. У человека есть способность прошибать стены, выходить из зоны комфорта, а машина этого не может. Как можно заменить технологиями огонь внутри основателя, которые создают компанию, которые создают что-то новое, и этой внутренней силой привлекают лучших людей? Человечность — вот что важно. Личности делают историю. Они образуют метафизический скелет компании, ее ДНК. Те люди, которые рядом с нами, это и есть компания. Главное, чтобы личная цель людей и компании совпадали. Доброе утро! Доброе утро! Я вижу, что вы уже проснулись. Чувствую, сегодня будет просто пламенный, зажигательный и классный день. Ну что же, начнем нашу конференцию. Любое достижение — это результат постоянной командной работы. Можно скопировать технологию, но невозможно скопировать команду. Будущее за людьми. Поэтому и наша конференция про человека, про отношения, его знания, опыт, про личный вклад каждого. Люди — самое ценное и важное, что составляет основу развития команды, компании, партнерства. Вы можете похлопать. За любой технологией и прорывом стоит масса усилий. За каждой технологией стоит человек. Но для успеха важно, чтобы человек горел. Горел идеей. Но если люди горят, то порой они выгорают. Мы все знаем об этом риске. Как ему противостоять? Что нужно сделать, чтобы человек зажигался идеей, горел, но не выгорал? Об этом прямо сейчас расскажет человек, который изначально очень много общался с компьютером. И первые свои деньги заработал в 13 лет программированием. Но с 30, что называется, пошел в люди и переключился на программирование мозга. Встречайте. Автор книги «Джедайские техники», автор проекта «Много сделал» — Максим Дорофеев. Его доклад, открывающий эту конференцию. Профилактика профессионального выгорания или проклятие трех тараканов. Максим, ждем вас на этой сцене. Добро пожаловать. Аплодисменты. Спасибо. У меня уже даже включили. Здорово. Здорово, здорово. Не то, чтобы я расскажу, как от этого спастись. Нет, скорее расскажу, как в это вляпаться. Потому что здесь больше надежных способов воспроизвести неудачу, чем воспроизвести успех. А кто-нибудь уже читал мой бложек? Есть такие ребята, кто там знаком с книжкой? А все равно ничего не вижу, потому что свет так фигачит в глаза. Видно какие-то руки отдельные, но не более чем. О чем я сегодня буду рассказывать? Вроде бы, знаете, люди, люди, все такое здорово. Там не технологии, главное, главное люди. А потом ты ходишь в этих компаниях внутри, где люди такие бодрые, горят, все такое, а у них все стены мемасиками и склеены, вот примерно такими. Меня попросили нецензурное слово замазать некоторые. У кого есть такой подобный мемасик? Есть такие люди среди вас? У некоторых бывает более жесткий вариант такой. И это ужасно, это о чем-то говорит, это тоже такой симптом. Как я многим рассказываю, сам я дошел до этой жизни неспроста и через собственную боль. Не было такого, что я вдруг закончил в 13 лет институт, в 14 защитил диссертацию и теперь решил идти рассказывать людям, как же все-таки не прокрастинировать. Нет, в детстве я сам, даже не просто в детстве, до 30 лет я был жестким прокрастинатором, во многом такими остался. И те вещи, о которых буду рассказывать, я пропустил через собственную боль. История моей боли была примерно такая. Началось, наверное, вообще все лет 15 назад, когда я работал на двух работах и учился в аспирантуре, и мне ни на что не хватало времени. Друзья так и говорили, что я посвятил свою жизнь нехватке времени. Но в моей картине мира был обычный человек, понятие обычного человека. Вот все остальные обычные люди. Кто такой обычный человек? Это тот, которому нужно сделать не очень много задач. Ну вот какую-то такую гору задач он на себя берет. И был я, а я был однозначно особенный. Вот у меня было вот столько. Я особенный. Понимаете, вот осознание собственной особенности, оно поначалу грело душу. И вроде как ты выделяешься, понимаешь, ты такой хороший, крутой, все такое. А в какой-то момент случилось очень болезненное сознание, когда я набрался смелости и увидел, что реально сделано. Если вот эти вот обычные люди, казалось бы, они берутся за небольшое количество задачек, они их и делают, а я весь такой особенный. Понимаете, да? И это было бы даже преувеличением. И с тех пор я очень серьезно задался поиском ответа на этот вот фундаментальный вопрос. Знаете, да, вот вы в гугле, когда вводите первые буквы запроса, он, исходя из чистоты и всего остального, подсказывает вам какие-то подсказки. Для кого актуален этот вопрос? Есть среди вас такие люди? Для всех, сразу говорю. Для всех. Ну не, не для всех. Я думаю, что все-таки есть счастливые люди, для кого этот вопрос не актуален. Они прекрасно знают, как прийти к этому состоянию. Ничего не сделайте, знатно устав. Первую версию ответа на этот вопрос я написал в книжке. О, меня предупреждали, что оранжевый фон будет первым рядом выжигать сетчатку. Я написал первую книжку. Сейчас я уже дотруживаюсь, завершаю вторую. Ну не то, что завершаю, но надеюсь в этом году издать. Не то, чтобы то, что было написано в этой книжке, совсем не правда. Нет, ни в коем случае. Просто там не вся правда. С течением времени я понял, что, о, есть еще кое-какая правда. И о некоторой вот этой правде я вам сейчас расскажу. О всего лишь маленькой части этой правды. И начинается все вот с какого положения. Это центральное положение вообще джедайских техник. Одно из центральных положений. Вероятностная природа мира. В моих таких простых терминах вероятностная природа мира означает следующее. В нашем мире не все везде и всегда, а кое-что иногда и местами. Ну, понимаете, да, вот там звучала фраза, да это для всех актуально, да это все такие. Нет, не все, не всегда. Крайне редко мы имеем полное право использовать вот эти обобщающие слова. Все там, все мужики козлы, ну, понимаете, да, там все блондинки глупые. Нет. Кое-кто иногда, может быть, проявляет какие-то признаки, которые можно было бы трактовать, ну и так далее. Не все везде и всегда. И из этого следует два таких следствия. Одно из них говорит о том, что не существует гарантированного метода преуспеть. Я не знаю, как, что вам нужно сделать, чтобы не выгореть. Но существуют гарантированные способы облажаться. То есть я могу прекрасно сказать, делай раз, делай два, делай три, и ты выгорел. Но вот так вот, делай раз, делай два, делай три, и ты спасен? Нет. И все вот эти, знаете, книги «Секретные секреты успешного успеха», вот прочая вот эта шитятина, мягко говоря, это рецепты, которые не были проверены на достаточно большой выборке, скажем так. Ну, чтобы не материться лишний раз. И поэтому мы больше поговорим про гарантированные способы облажаться. Ну, начну издалека. Смотрите, я сейчас опишу три таких основных стратегии, которые я часто… Даже не то, что стратегии, а подходы выполнять свою работу. Вот эти подходы я слышал у разных людей. Ну, и сейчас посмотрим среди вас, есть ли такие люди. Есть люди, которые, знаете, приходят на работу, так, начинают свой рабочий день. Так, это не срочно, это потом, это не срочно, это потом, это… О, это срочно, и побежали делать срочно. Кто так поступает регулярно? Есть такие люди среди вас? Да, есть, даже сквозь слепящие прожектора видно таких. Разумная, вполне разумная стратегия, правильно? Вы же приходите на работу, а вдруг там что-то срочное, это же ужас. Надо обязательно найти срочно, а потом уже мы не срочно сделаем. Есть еще вот такая штука, тоже такая стратегия. Когда человек приходит на работу, пусть даже ничего такого срочного еще нет, но все равно перед тем, как перейти к стратегически важным задачам… Сейчас я с мелочью разберусь. Вот такое кто регулярно делает? Ну, понимаете, надо разогнаться. Ходят слухи, что вот перед тем, как ты начинаешь что-то делать с экселями, таблички должны продышаться. Ну, вот какие-то такие вещи. Много кто так делает, да? Ты открываешь, да, и пошел с мелочью разбираться. Есть еще прекрасная стратегия, она вынуждает, ну или как, не вынуждает, подталкивает нас покупать всякие смарт-часы, включать оповещения на смартфонах, потому что вдруг там что-то срочное. Тоже, в принципе, разумная стратегия. Вы понимаете, если что-то к нам регулярно прилетает срочное, то лучше бы узнать об этом сразу же, кто регулярно так делает, кто включает себе свистелки, переделки, уведомлялки на смарт-часах, на смартфоне, на компьютере. Вдруг там что-то срочно, чтобы не упустить. Это и есть те самые три таракана. И, на мой взгляд, одного уже достаточно, чтобы достаточно быстро вас выжечь. А если они собираются вдвоем или втроем, ну вообще задница. И об этом как раз поговорю. Я чуть-чуть дальше, чуть глубже копну в тараканов, объясню, почему они тараканы, почему это плохо. Ну и на этом разбежимся. Может быть, даже дам, в конце концов, маленький рецепт надежды, источник надежды. Не рецепт успеха, а источник надежды. Начнем с одного из моих любимых. Я всех этих троих тараканов люблю. Они так классно выжигают людей. Потом у меня столько работы, как у прокрастинатолога. Это прекрасно. А вдруг там что-то срочное? В принципе, разумная стратегия. Смотрите. Она работала бы, не было бы ничего плохого, если бы мне казалось срочным то, что действительно является срочным. Но, а это еще в добуддийские времена говорилось, мы не видим вещи такими, какими они являются. Это идет и из буддийских текстов. Это встречается в современных трудах нейрофизиологов, нейропсихологов и прочих ребяток. Мы не видим вещи такими, какими они являются. Так устроены наши органы чувств. Мы не воспринимаем мир таким, каким он есть, ни одним из органов чувств. Для выживания не то, что это не нужно, это мешает. И механизм восприятия мира, если говорить в терминах зрения, выглядит следующим образом. Глазки мои считывают цвет и форму, а дальше ум быстро, незаметно наслаивает какие-то смыслы. В буддийской философии я услышал термин «концептуальное наслоение». Глаз считывает цвет и форму, ум достраивает какие-то смыслы и значения быстро и непроизвольно. И вот пример психогеометрического теста, я думаю, многим знаком. Понимаете, да? Говорят, что вот этот психогеометрический тест, он помогает выявить славянскую часть аудитории. Ну, в случае, если вы где-то там встречаетесь. Я вам показываю просто простые геометрические фигуры. А у вас, у некоторых из вас, не у всех, наслаиваются какие-то смыслы. Если вдруг у кого-то наслоились смыслы не очень приличного слова, это... Чувствуйте, я опять просто показываю простые геометрические фигуры. Ум быстро, незаметно наслаивает какие-то смыслы. Вот, я не вижу мир таким, каким он является. Я начинаю выстраивать какие-то суждения, догадываться, что же это может быть. И тоже глаз считает цвет и форму, а остальное достроит ваш мозг, исходя из того... Вот ровно это и называется кармой в буддийской традиции. Исходя из того, что вы делали, думали, что говорили до этого момента. Ну, вот пример, тоже хорошая картинка. Цвет и форма. Ну, может быть, причудливые формы, очень превентивные цвета. Что достраивает ваш мозг? Танцоров, Симпсоны. Ну, тот человек, который все-таки соблюдает баланс между работой и личной жизнью, может еще что-то здесь увидеть. Если только работа, то, конечно же, Симпсон. Так устроено наше мышление. Автоматом быстро, неосознанно. Мало того, наш мозг, он устроен таким образом, что он сам додумывает вещи, которые от нас скрыты. Он заполняет пробелы. Вот, смотрите, очень простой тест. Какое здесь слово? Мне не нужно даже подсказку давать. Все, фигак. Я сам заполняю эти пробелы. Какое здесь слово? Мозг сам быстро, машинально заполняет эти пробелы. Какое слово? Чудете, да? Какое слово? Правильно, кухня, да. Вот та штука, что сейчас с вами произошла в психологии, называется праймингом. То есть, скорее всего, про вот это слово вы подумали, естественно, не кухня, а что, скорее всего, получается в результате работы предыдущих трех специалистов. Как ваш мозг был туда направлен, и тут фигак, ну вот. Мало того, мозг иногда додумывает, даже когда нет пробелов, которые надо заполнять. А мне вот понравилась вот эта фотка тоже. Все буквы перед вами, но они все равно разбегаются. Ну, между прочим, настоящее село. Мусс Охранова. Давайте повторим, Мусс Охранова. Смотрите, ну вот это я поиграл с восприятием зрения, с восприятием глазами. У меня опыт восприятия информации глазами очень большой. Я воспринимаю мир зрением с двух месяцев по 16 часов в сутки. И все равно такие искажения. Еще большего порядка искажений у меня достигают восприятия сознания абстрактных сущностей, таких как важность, срочность, необходимость, незамедлительность. Я очень часто описываю вот этот симптом, и большинство людей узнают его в себе. У кого такое бывает? Когда вы приходите с утра на работу, открываете список задач и начинаете там себе день планировать. Планируете день, да, все-таки? Ну там задачка, сделаю вот это, потом сделаю это, потом сделаю это. Предусмотрели резерв на что-то вдруг непредвиденно прилетевшее, вроде все хорошо, срастается. Дальше случается какая-то непонятная херня. Вы очухались вечером, ничего не сделали из этого списка, очень сильно устали. У кого такое бывает регулярно? Чуете, да? Вот мне как-то сказали, чувак, ты сейчас описал всю мою жизнь. Почему такое происходит? Еще Каннеман, это уже современная школа психологии, он писал, у него это называется иллюзией фокусировки. Ничто в жизни не важно настолько, насколько вам кажется, когда вы об этом думаете. Любая мысль, любая задача, любое действие, которое сидит у меня в голове, ощущается более важным, чем есть на самом деле. И это приводит к очень такому заподлянному эффекту. В первой книжке я его назвал эффектом бонуса к ощущению важности. Как это выглядит? Я с утра планирую свои задачки, записываю их в список, и они уходят из моей головы. Я записываю в список ровно для этой цели, чтобы задачи освободили мой ум, и они сидят там где-то в списке, обладают какой-то своей важностью. Но если вдруг ко мне прилетели новые задачки, свежие, они тут же попали ко мне в голову, а все, что находится у меня в голове, получает бонус к ощущению важности. И получается, что не самая важная задача, но прилетевшая относительно недавно, ощущается мной как более важная, чем то, что я запланировал с утра. Вот очень простой механизм, который вымещает задачи, запланированные с утра, за счет того, что что-то такое прилетает внезапно в течение дня. И секрет очень простой. Я отвлекаюсь не на срочные задачи. Многие говорят, что меня отвлекают срочные задачи. Нет, вас отвлекают не срочные задачи, а задачи, которые вы воспринимаете срочными. А это две большие разницы. И если это одно из наших свойств, воспринимать вещи важнее, чем они есть на самом деле, в особо циничных случаях мы можем столкнуться с таким эффектом, как амплификация истерики. Понимаете, если в компании есть много людей, и каждый из них воспринимает полученную, только что полученную информацию важнее, чем она есть, и передает дальше, там еще ее накручивают, передают дальше и так далее, может получиться что-то вроде этого. Вот есть какой-то там директор, говорит, хм, а не сделать ли нам X фичу? Тут да, 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 руководству нужно X, и тут бегут к следующему. Этот говорит, срочно нужно сделать X. И куда-нибудь там к третьему, пятому человеку прилетает это уже с диагнозом, срочно сделать, иначе тебе пиндец, причем надо завтра. Сталкивались с такими вещами? Вчера, да. А потом вот эти мемасики выклеивают. Ну, с тестированием. Это в одной из компаний такой был прекрасный мемасик. Вот потом они вылезают. И прекрасный источник амплификации истерики, это, конечно же, чатики. У кого на работе есть чатики? Чувствуете, да, вот истерический смех? А главное, потом ты приходишь и начинаешь разговаривать, все говорят, большинство людей говорят, это же очень удобно, ну и так далее. Чатики. А у кого дети школьного возраста есть? Вот, еще больше истерики. Родительские чатики, видели трешню такую? Вообще офигенная штука. И родительские чатики — это пример амплифицированной истерики. Очень часто происходит следующее. Такой, отвел своего ребенка в школу, все, думаешь, ну, наконец-то, все там в школе, за ним будут заботиться, все будет хорошо. А у училки же тоже, к сожалению, смартфон есть. А вы знаете, там Миша ударил Петю на перемене. Ты такой, ой, какой кошмар, потому что в моменте ты воспринимаешь информацию куда более важной, чем она является. Какой кошмар, кто-нибудь из родителей говорит, да когда все это кончится, это же кошмар, они дерутся. Слово за слово, 15 человек по всему городу сидят, упыриваются в эти чатики в рабочее время. Ну и как же так, надо же что-то делать с Мишей, надо же что-то делать с Петей, а вообще он сам виноват, ну и так далее. Через 20 минут худо-бедно, все, стихло, стихло, можно работать, можно работать, все. А Петя обозвал Мишу нехорошим словом. Да как же мы примем меры, конечно, вот с ним всегда, вот так вот. И опять проходит буквально 30 секунд, и сидят вот эти взрослые люди по всему городу, упыриваются в смартфон и пишут в рабочее время в чатик, в родительский. Все, потом вроде бы стихло, стихло, все, хорошо, хорошо. Потом так, а вы знаете, что он не сделал домашнее задание, конечно, надо разобраться, кто-нибудь вообще выпалит, что у нас в стране. Всегда так известно, кто во всем виноват, при Сталине такого не было. Ну и все, и опять сидят вот эти полтора десятка человек, упыриваются в чатике. Знакомая для кого-то ситуация? Для кого-то знакомая, для кого-то нет. Что самое прикольное, если бы чатов не было, вы приходите забирать своего ребенка из школы. Там могло произойти все то же самое. Петя ударил Мишу, Миша обозвал Петю, никто не сделал домашку. Но вы приходите, и когда этим же событием дается оценка ретроспективно, буквально через час-два после того, как они совершились, они такой вот, ну как Миша себя сегодня вел? Ну, знаете, ну хулиганил немножко, но в целом нормально. Это та же самая оценка, точнее, наоборот, это те же самые события, которым мы дали ретроспективную оценку. В моменте мы ощущаем вещи куда важнее, куда более существенными, чем они являются. Неизбежно. Ну и у меня к чатикам особая любовь. Она напоминает вот этот старый несмешной анекдот, может быть, кто-то видел. Ладно, алкоголь полностью выводится из организма через 21 день с момента последнего приема, то есть никогда. Ха-ха-ха. В реальной жизни все куда грустнее. В реальной жизни процесс мышления, настоящий глубокий процесс мышления начинается примерно через 5-25 минут, зависит от состояния человека, от многих параметров, с момента последнего отвлечения. Чуете, да? Во многих корпоративных культурах это никогда. Это ужасно. Конечно, вообще. К сожалению, вот старая школа менеджмента что говорит? Что чтобы человек начал что-то делать, надо его замотивировать. Ну как будто бы нормальное состояние человека это сидеть и ничего не делать, пока он не отхватит пенделя мотивирующего. К сожалению, естественным состоянием человека является бездумно хреначить непонятно что. Потому что сидеть спокойно это невозможно. Люди постоянно что-то делают. И вот такая маленькая беда. Представляете, если у вас достаточно большая компания, никто не думает, все что-то фигачат. Им не хватает времени, им не хватает людей, надо нанимать людей. Вот, ну опять же, не обижайтесь. То есть, по моим таким внешним наблюдениям, в большинстве, не во всех, в большинстве случаев, часто, когда говорят, нам не хватает людей, в этой компании их переизбыток. И лечить надо его, ну понимаете. Ну, это минутка заборной философии, выжигающей сетчатку. Мне очень нравится вот эта штука. Опять же, чтобы не быть голословным, я время от времени буду показывать картинки с графиками, потому что вот эти там тараканы-тараканы, хихоньки-хахоньки, но я пытался так или иначе проверить эти вещи экспериментально. И у меня были серии опросов, которые я там проводил живыми людьми. Понятно, что опросы дают далеко не полную картину, она искажена, там есть много всяких тонкостей, много всяких «но» и замечаний, но тем не менее. Что я делал? Я ввел такое понятие, как уровни успевания. Их у меня получилось пять, но в выборку попали второй, третий и четвертый. Первый и пятый, там было маленькое количество людей. Что такое уровни успевания? Они характеризуют, насколько много у людей проактивных задач. Первый уровень – это человек не успевает делать даже горящее. Второй уровень – это он худо-бедно горящее успевает, но долгосрочные вещи, такие как важное несрочное, руки не доходят. Третий уровень – это когда горящее успеваем, время от времени даже делаем что-то долгосрочное. Четвертый уровень – это когда долгосрочное делается достаточно планомерно и систематически, а пятый уровень – он такой сложный, там в принципе уже между долгосрочным и несрочным граница стерта, и все происходит естественно и спонтанно. И вот вам картинка корреляции. Здесь показаны связи между уровнями успевания и тем, как часто люди следуют вот этой стратегии. Перед тем, как приступить к важному, я смотрю, не пришло ли мне чего-нибудь срочного. И видите, что на втором уровне успевания много людей часто так делают. На четвертом уровне успевания часто так делают в два раза меньше, а редко так делают в два раза больше, чем на втором. Вот зелененькие – это те, которые делают так редко, красненькие – это те, которые делают так часто. И внизу вот эти вот странные, мутные, непонятные цифры, их, наверное, никто не знает, но мне кажется, что каждый раз, когда вы показываете графики, это правило хорошего тона показывать уровень статистической значимости и вот прочие вот такие юшняги. Кто-нибудь знает, что такое хи-квадрат Пирсона? Или уже нет? Короче, это хорошо. Вот эти вот цифры говорят, что это очень хорошо. Очень хорошо в том плане, что вот эта картинка, скорее всего, значима статистически и почти невероятно, что она была получена на случайной выборке. То есть этой связи на самом деле нет. Но это пока связь. Те же самые данные, но под другим углом. Здесь другая нормировка. Кто правил? А, нет, все нормально. Вот, видите, да? Люди, которые часто смотрят, а нет ли там чего-то срочного, среди них не так много на четвертом уровне. И очень много людей, которые на втором уровне успевания. Ну, среднячков и там, и там много. А те, кто редко смотрят, нет ли там чего-то срочного, там на четвертом уровне, ну, примерно треть. Ну, опять же, это тонкий намек, что не все в нашем мире везде и всегда. Если вдруг вы избавитесь от этого таракана, это еще не гарантирует вам счастья. Есть два других. Давайте еще про других поговорим. Вот есть еще один прекрасный таракан, вот этот. Это не срочно, значит, потом. Это не срочно, значит, потом. Когда-то давным-давно, когда я еще работал один на один с первыми лицами, ко мне пришел директор одной такой большой уважаемой компании, говорит, слушай, я вот делаю только то, что горит. Помоги мне что-то с этим сделать. Я говорю, хорошо, давай я посижу рядом, посмотрю, как ты работаешь. Он говорит, а, легко работаю. Открываю тултлук и так, это не горит, это не горит, это не горит. Я говорю, а, это горит, извини, и убежал. И убежал. Вот. Это не срочно, значит, потом. Смотрите, это бы тоже прекрасно работало, если бы важные задачи хотя бы при каких-то условиях становились срочными. Ну, то есть, вот это не срочно не горит, это не срочно не горит, а какая-то истинно важная для вас задача в какой-то момент тоже загорается, и думаешь, о, вот теперь пора делать себя счастливым, достигать жизненных целей, было бы хорошо. Но вот эта вот штука, она была взята из учения древнеяпонского маркетолога Нарияки Кана. Кто-нибудь знает Нарияки Кана? Это в середине 60-х годов прошлого века. Он уже тогда занимался различными фичами, аспектами потребительского качества, и он тогда уже сказал, что не все фичи одинаковые, и выделил разные типы фичи, которые он назвал «чтобы не», или как это, задачи, демотиваторы. Если их нет, тебе плохо, если они есть, ну ок, они не делают тебя счастливым, но их отсутствие делает тебя несчастным. И есть другая категория, «чтобы да», их отсутствие не делает тебя несчастным, но их присутствие делает тебя счастливым. И примерно такую же вещь я смог транслировать на наши списки задач, на наши задачи. У нас есть задачи, я их так и называю красные-зеленые, задачи «чтобы не», то есть я их делаю для того, чтобы избежать чего-то плохого. Но как бы прекрасно я не сделал эту задачу, хорошая не произойдет. А есть зеленые, вот они как раз могут сделать что-то хорошее, но если я их ничего не сделаю, плохого не произойдет. То есть в чем основное отличие этих задач друг от друга? они очень сильно разнятся в зависимости от того, что я получу в различном качестве реализации, в зависимости от того, насколько хорошо я выполнил эту задачу. Тоже взрослые люди, вы же понимаете, что задача, она принимает не бинарные состояния, типа сделано, не сделано. Это континуум. Не сделано совсем, сделано кое-как, сделано чуть лучше, чем кое-как, сделано вообще прекрасно, ну и так далее. И красные задачи, это те, которые ты не сделал, плохо, плохо, вот если не сделано, плохо. Сделано кое-как, ну ок. Сделано очень хорошо, ну ок. А зеленые задачи, это такие, которые ты не сделал, ну ок, может завтра, и так три года. А делаешь ее хотя бы кое-как, худо-бедно, и уже хорошо. А если ты ее сделал хорошо, вообще становится прекрасно. Замечали, да, что у вас есть два сорта таких задач? Одни не сделал и тебе пипец, а сделал, ну ок, чётик написать, еще что-то. А другие не сделал, да ну как-то никто тебя за это не накажет, но если сделаешь, будет хорошо. И, как правило, у нас бывают задачи разных сортов, и вот эти вот стикеры типа с задачами. И многие люди, как ни странно, начинают свой день вот с этого, задач красных, красные. Потому что гореть может только красная. У них есть какой-то дедлайн, если они к этому времени не будут сделаны, ну все, там произойдет что-то не очень хорошее. А зеленые нет, ты, в принципе, до определенного момента можешь вообще ничего не делать. Плохого не произойдет, просто хорошего не будет, но плохого тоже не произойдет. Многие люди как поступают? Они начинают с красных задач, делают ее кое-как. И нет, чтобы здесь остановиться, не дай бог особенно, здесь подключается, знаете, внутренний перфекционизм, а в группе риска находятся те, у кого есть золотая медаль в школе или красный диплом. Они приходят и говорят, все, что я делаю, должно быть сделано идеально, и делают эту задачу хорошо. Ну, в результате, конечно же, у них не остается сил на зеленую задачу, ну что делать, вот такая жертва. Хотя, смотрите, если бы они вернулись на шаг назад, сделали кое-как красную задачу, у них могли бы остаться силы на то, чтобы сделать кое-как зеленую задачу. А вот теперь маленький, тонкий и очень умный момент. Смотрите сюда. Вот здесь все задачи, которые были сделаны, были сделаны хорошо. А суммарный выхлоп, ну ок, плюс ну ок. Ну ок. А вот здесь все, что было сделано, было сделано так себе. А суммарный выхлоп, ну ок, плюс хорошо. Это хорошо. Чуете, да, намек? Оно лежит, у меня в тренингах и полных программах, оно лежит в основе, вот эта вот штука, лежит в основе принципа осознанного рукожопия. Оно говорит о том, что в целом хороший результат достигается не тогда, когда ты каждую часть доводишь до идеала. Если ты каждую часть доводишь до идеала, скорее всего у тебя не соберется это в идеальное целое. Мне здесь нравится метафора, картину какую-нибудь, классическую живопись, как маслом пишут. Видели? Какую-нибудь смотришь издалека, думаешь, о, офигенная картина. Подходишь ближе, думаешь, это разве человечки? Это капли краски. Объективно я лучше рисую человечков. Это туфта. Ты смотришь локально, это не дерево, это не домик, это мазня. То есть каждая деталь конкретно прописана, ну, непонятно как, ну, так себе. А вот красота в целом. И это вот одна из тех вещей, которая также лежит под утверждением, что, как правило, отличники работают на троечников. Это у меня где-то сын нахватался, такого пришел и говорит, знаешь, папа, я не хочу быть отличником, потому что я тут прочитал в интернете, что отличники работают на троечников, хочу быть троечником. Ну, я ему объяснил, что обратное неверно. Ну, да, там многие отличники действительно работают на троечников, ну, не на каждого троечника работает хоть кто-то. В принципе, не каждый троечник работает. Начнем с этого. Но то же самое здесь. Если вы все начнете делать кое-как, это ничего вам не гарантирует. Но с хорошей вероятностью, если вы начнете упарываться, доводить до идеала части, оно не соберется в идеальное целое. В идеально целой картинке, в идеально хорошей картинке в целом, как правило, части сделаны так себе кое-как. И самое важное здесь, это очень непростая картинка. Я вот сейчас покажу твиттер одного очень интересного человека. И сначала, когда я прочитал его, я подумал, о, классная похабщина. А потом я понял, что там мысль куда более глубокая. И если кто-то знаком с буддийской философией, это принцип пустотности в буддийской философии. Ни много, ни мало. Понимаете, да? Это очень непростая вещь. Очень непростая. Понятно, что там слово «говно», может быть, у вас там немного другие ассоциации передернет куда-то. Но смысл в том, что многие аспекты вещей, задач, предметов, многие свойства, которые мы привыкли приписывать вещам, это всего лишь свойства нашего восприятия. Хорошо сделано, нехорошо сделано, правильная архитектура, неправильная архитектура. Это, как правило, свойства восприятия. И очень многие люди, которые думают, «О, я буду всё делать хорошо, нужно делать хорошо», они за счёт работодателя немного снижают боли от своих собственных комплексов. Как правило, свойства многих вещей, которые мы приписываем вещам, это свойства нашего восприятия. Они не принадлежат вещам. Ну или как более такие традиционные вещи, как бывает, тыкалка, тыкайся. «О, батюшка, я правильно живу? Правильно, сын мой?» Ну зря. Вот. Или это тоже уже параллель между тем, как же всё успевать. А как же всё успевать, как же всё делать хорошо? Есть такой прекрасный анекдот. Давайте спросим у многодетной матери, как ей удаётся всё успевать. Расскажите, в чём ваш секрет? Мой секрет прост, я нихрена не успеваю. Это наш с вами секрет. У меня тоже приходят, как всё успеть? Никак! Здесь не об этом речь. Речь о том, чтобы время от времени позволять себе делать правильные вещи. Зелёненькие задачи. Хоть как-то, хоть кое-как. Обязательно ты что-то продолбаешь, на тебя кто-то будет орать, что ты этого не сделал, и он будет справедливо орать. Вопрос не в этом. Ты зелёные задачи будешь делать или нет? Вот в чём вопрос. Кутузов в Москву продолбал в своё время. Вопрос, ради какой цели. И кто такие зелёные задачи? Я считаю это очень важным моментом. Зелёные — это то, что помогает вам вырасти. А красное — то, что помогает не упасть. Зелёное — то, что движет, приближает вас к цели. А красное помогает не упустить этот момент. То есть оба класса задач полезные и нужные. Но вот беда. Они бывают не только зелёные и красные. Понимаете, да? И вот самое печальное, опять же, это беда нашего восприятия. Очень многие задачи вот этого цвета шоколадного мороженого, они воспринимаются мной как красные. Но ретроспективно я смотрю и думаю, ах ты ж, блин, какая фигня. Во что я вляпался? Вот. Такая беда. Опять же, чтобы не быть голословным, картинка, которая показывает связь между уровнями успевания и тем, как часто люди оценивают вот эту штуку. Если задача важная, но не срочная, то я откладываю её на потом. На втором уровне успевания, не самом крутом уровне успевания, видите, сколько много людей, которые делают так часто? Почти 70%. Казалось бы, совпадение? Не думаю. На четвёртом уровне таких людей, которые часто откладывают на потом несрочные задачи, важные, но не срочные, их, ну, меньше третий. Наверное, четверть. Ну и те же самые данные, но под другим углом. А те люди, кто редко так делают, среди них примерно половина находится на четвёртом уровне успевания. А среди тех, кто часто так делает, там на четвёртом уровне успевания очень мало людей. Ну вот, много среднячков и много на втором уровне успевания. Такая вот маленькая штука. Ну и здесь тоже. Здесь, наверное, уровень статозначимости самый такой офигенный, опупенный. Причём, если кто-нибудь, кто когда-нибудь читал какие-то статьи, в психологии считается достаточно хорошим уровнем. Это 5%. То есть здесь 0,5. А здесь чем меньше, тем лучше. А тут у меня там вообще на три порядка круче, чем принято считать хорошим результатом в психологии и прочих таких около лженаук. А есть ещё такая интересная вещь? Последняя. Ну а сейчас я только с мелочью разберусь. Надо же там файлы продышать, мелочь всякую сделать, травку примять, всё такое. В принципе, тоже эта стратегия прекрасно бы работала, если все минуты были бы одинаковые. Люди упарываются вокруг времени, думают, что им не хватает времени, и из-за этого основные проблемы. Мало того, думают, что ещё все минуты одинаковые. Что такое все минуты одинаковые? Ну, сделать дело А, а потом Б, это то же самое с точки зрения трудозатрат, что дело Б, а потом дело А. Это закон коммутативности в алгебре. А с точки зрения задач, трудозатрат и всего такого, там не работает ни транзистивность, ни коммутативность, никакие из этих законов. Самый яркий пример не коммутативности задач, пожалуйста, да? Ты меняешь порядок, и результат другой может быть. Казалось бы, мы же обычно как-то не заморачиваемся с этим. Нам кажется, что сделать одну, потом другую задачу, какая разница здесь, здесь минут, здесь, здесь минут, минуты же все одинаковые. А тут суть в том, что вообще не в минутах дело. И чтобы вот эту штуку показать, что не в минутах дело, маленькая такая зарисовка. Представим, что я сейчас планирую свой день и смотрю, хватит ли мне на все времени. Блин, ужас, устоявшаяся фраза прям противная. Времени не хватает, бог с ним. Решил я такой, значит, ну, как будто бы марафон пробежать. Начинаю день планировать, я такой смотрю, ну, 8 встану, с 9 до 10 я поеду к месту забега, чтобы к 10 там старт назначен, все там в 10 стартовать. На даче я проверил, я пробежал 100 метровку, у меня ушло на это 18 секунд. 18 секунд на 100 метров, это 180 секунд на километр, или 3 минуты на километр. Марафон 42 километра, это 2 часа и 6 минут. Я опытный, я заложил буфер, 2,5 часа. Буфер есть, 10 процентов. Дальше, ну, после марафона, скорее всего, я буду голодный, надо будет пообедать, тоже себе полчаса на переодеться, все такое. После обеда я пойду с друзьями играть в волейбол, тоже там время переодеться, все такое есть. А потом как раз вот мы там сыграем часик, и я успею в школу, к ребенку на эти веселые старты. Знаете, там бег в мешках, все такое. Там мама, папа, я, мы спортивная семья, и у меня еще остается время приехать на тренировку по боксу, которую я там много лет уже не пропускаю. Да-да-да, вот смс-ка высказала все то, что в принципе правильно было бы об этом подумать. Времени хватает? Да вроде хватает. Получится? Да ладно. Да ладно, не получится. Смотрите, есть стратегия, при которой получится. Знаете, какая? Вот если я начну относиться к этому так, нацепись. Ну как, я приеду к месту старта марафона, одел футболочку с номером, салфачину в инстаграм, ну, чтобы пацаны знали, что я марафоны бегаю, километр пробежал так, чтобы вспотеть еще одну салфачину, дальше на автобусе к месту финиша, там еще салфачина, пошел в Макдачку пообедать, успевай, да? А приезжаешь в волейбол на площадку, говоришь, пацаны, у меня марафон, я устал, играйте без меня. А приезжаешь на веселые старты, на жену все спихиваешь, у меня волейбол и марафон, я же вообще такой. Приехал в зал, в ринге такой, еще одну салфачину, и сам откинулся. Говоришь, все, у меня же марафон, обед, эти веселые старты, игра в волейбол, я устал сегодня, я вообще по лайтовому буду тренироваться, играть в трупа, и лежу, играю в труп. Так получится, правда же? То есть стратегия, когда мне пофигу на результат, она действительно меня здесь спасет. А в реальной жизни, это я к чему так это, говорят, слишком тонкий намек, не все поймут. Но вот в реальной жизни, когда, казалось бы, такие же наши календари в работе появляются, может быть, мы следуем примерно той же стратегии? Либо во время этих встреч у нас не утомляется тот орган, который мы используем. Или мы не используем тот орган, который способен утомляться. Бог его знает. У многих людей даже не такое расписание. На чё это похоже? Есть такие люди? Есть у кого жёстче? Вот-вот, прям вот такое вот, вот-вот, чтобы было. Все увиделись, да, здесь неприличное слово. Это сквернословие по аутлуку. Особое искусство. Есть ещё один такой маленький момент. Мы думаем, что время выполнения задачи это свойство самой задачи. Видно по вопросам, сколько займёт эта задача, а эта, сколько займёт и так далее. Мы думаем, что там 10 минут, 15, час, два, вот это всё. Атрибуты именно задачи. А вот фиг там. И накалываясь на это, мы обычно как? Вот смотрим, да, у меня есть вот такой день расписанный, здесь встреча, здесь встреча, здесь есть время, там есть время. Значит, вот здесь я там подготовлю, а что? 15 минут. Правда же? У меня здесь целых полчаса есть. Сделать презентажку, 25 минут влезает, влезает. И потом, когда нифига из этих задач не получается выполнить, понимаете, да? Потому что я примерно с квадратной головой уже в 11 буду, ничего не соображая. И тут подготовить отчёт, ничего не получается. Скорее всего, под вечер, столкнувшись с тем, что я очень устал и ничего не сделал из своих задач, я пойду и буду ныть, что мне не хватило времени. Хотя, блин, время, сами видели, в календаре его было очень много. И сейчас социально приемлемо ныть, что нам не хватает времени, но не все набираются смелости и говорят, что им не хватает мозгов. А в реальности, у кого в компании ходит вот эта вот устоявшаяся фраза «выделить время», выделите нам время, руководство не выделяет время, ходит, да? У меня издательство в книжке не сразу пропустило эту похабную шутку о том, что выделительная система человека не предназначена для выделения времени. Ну, понимаете, да? Там потом по-новому звучат вот эти фразы «выделить на сотрудников», «выделить, чтобы погрузиться». Ну, вот слово за слово. Мне как-то недавно прислали картинку, я понял, как выделяют время. Мне кажется, что это выглядит вот примерно вот так вот. А вот так вот? Вот они выделяют время. Но как в свое время в Матроскин, знаете, мудрый же кот был, говорит, «Деньги-то у нас есть, у нас ума не хватает». Вот то же самое можно было бы сказать и про время. Время у большинства из нас есть. Нам не хватает чего-то еще. И вот эту картинку кто-нибудь видел уже? Кто видел такую картинку? Я просто специально позволил себе не повторять вот эту штуку вокруг этого. Это принятая в современной психологии модель мышления, как мы устроены. И с точки зрения Канемана, это автор этой модели, наша система мышления состоит из двух частей. Быстрая часть и медленная часть. Быстрая часть, она работает быстро, незаметно, рефлекторно и с точки зрения энергии бесплатно. А любые умные, осознанные решения мы принимаем при помощи умной системы. И иерархия этих систем мышления выглядит примерно так. Система 1 смотрит на внешний мир, получает информацию, вырабатывает решение и дает на рецензию системе 2. То есть решение автоматом вылетает по каждому вопросу. А система 2 может заменить ее или не заменить вот эту выработанную реакцию. И для того, чтобы она работала, ей нужен ресурс. В книжке я его назвал мыслитопливом. Тоже там у меня отдельно абзац посвящен тому, насколько это уместна аналогия. Потому что в научной литературе такого термина нет, но в науке изучается, очень активно изучается состояние, когда этот ресурс, чем бы он не являлся, закончился. Ну вот, чтобы там не плодить слишком сложных терминов, ввел термин мыслитоплива. мыслитоплива. То есть аналогия вроде бы уместна, но не очень понятно, что это похоже на физиологическом уровне. И очень часто система 1, когда у нас мыслитоплива закончилась, система 1 выскакивает со своим ответом, а отфильтровать его уже нечем. И мы можем попадать в такие интересные ловушки. Ну вот, многим из вас, наверное, знакомы, кто-то этим осознанно манипулирует, кто-то нет. Вот когда вот такие приходите, говорите, чего-нибудь, вам задают этот фундаментальный вопрос, вам пирожок с вишней или с клубникой, ты такой, с клубникой, пожалуйста. Это быстрый ответ выскочил, и только потом приходит правильный ответ, такой, а я вообще не хотел пирожка. Или, а вы будете платить наличными или кредитной карточкой, кредитной карточкой, у меня пайпас, пип-пип. Вообще эта херня не нужна. Кто-то вот ловил себя на этом? Правильный ответ приходит буквально чуть-чуть позже, 3-5 секунд на это уходит. Так что же написать? Гадкие придурки или мерзкие кретины? Мерзкие кретины. А, дорогие заказчики. Ну, а письмо уже ушло. И вот эта вот штука в особо таких циничных ситуациях, когда мысль топлива у нас закончилась, у нас может наступить состояние рук, опережающих мысль. Может быть, многие из вас это уже замечали. Это когда вы хотите быстрее отделаться, уйти домой, с работы вы устали, но что-то внутри, какая-то гиперответственность. Говорит, да делай это быстрее. Чем быстрее доделаешь, тем раньше уйдешь. И руки могут начать опережать мысль. То есть, как это происходит? Руки такие, раз, что-то сделали. Говорят, вот, мы тут почти уже все сделали. А мозг, он отстает на 3-5 секунд от происходящего. Он догнал, смотрит, что ручки наделали. Говорит, блин, не надо было так. А мы уже все исправили. Проходит еще 3-5 секунд, они говорят, блин, хуже стало. Сейчас мы все починим. Знакомая вещь? И ты пытаешься остановить руки. Здесь беда во многом. Очень часто ко мне приходят с таким вопросом, как заставить себя что-то сделать. Беда в том, что зачастую нам нужно не заставлять себя что-то делать, нам нужно учиться ничего не делать, взять и остановиться. В этом самая сложность. Ну, понимаете, здесь потом люди приходят и говорят, о, мне времени не хватило. Хорошо, что вам времени не хватило, вы не успели все расхреначить. Когда руки опережают мысль, время опасно. Понимаете, время без мозгов, это, ну, если кто в армии служил, вы понимаете, почему там дают всякие нелепые указания, типа там подметать плат с ломом, там копать-закапывать без всякого смысла. Понимаете, да? Потому что, мягко скажем, молодые, здоровые, энергичные, неотягощенные интеллектом люди в больших количествах опасны. Поэтому надо, чтобы они хотя бы были очень уставшие. Примерно то же самое и с нами. Как только у нас заканчиваются мысли топлива, мы мало чем отличаемся от вот этих вот ребяток. Время опасно. Ну и понятно, потом сидим и цинично как смеемся, что ничего не меняется. Вот. Опять, чтобы не быть голословным, есть циферка. Я смотрел корреляции между уровнями успевания и тем, как часто люди, перед работой над важными задачами, сначала разбираются с мелочевкой. Опять же, достаточно хорошо, хороший уровень статозначимости. Видно, что на втором уровне, а, тут, кстати, даже тыкается указкой, на втором уровне очень многие люди часто так делают. Они перед важным сначала разбираются с мелочью, а на четвертом уровне таких меньше. И наоборот, те же самые данные, только уже не по уровням, а по тому, насколько часто они так делают. Если люди редко перед работой над важными задачами разбираются с мелочью, то почти треть их находится на зеленом, четвертом уровне. А если они так часто делают, то почти треть находится на красном, а на зеленом уровне находится процент в 15. Это уже видна какая-то связь, и она не случайная. Вот они, три таких наших любимых брата. Я надеюсь, там кто-нибудь из вас уже переосмыслил, хотя в большинстве случаев люди говорят, не, ну это же не про меня, я-то особенный. Я тоже, кстати, первые лет несколько так говорил, я-то особенный, просто это все остальные такие. И есть один маленький рецепт, который, это не гарантия, нет гарантированных методов преуспеть, это источник надежды. Это та вещь, которая, если вы еще не вошли в эту спираль выгорания, может дать вам шанс чуть-чуть оттянуть этот момент выгорания. Рецепт крайне простой. Он звучит так, регулярно выполнять маленькую, зеленую задачу, желательно до проверки почты и чатов, вот до контакта с внешним миром. Это важный момент. Почему до проверки почты и чатов? Потому что вы же помните, что я отвлекаюсь не на срочные задачи, я отвлекаюсь на то, что я воспринимаю срочным, а я не вижу мир таким, каким он является. А кто регулярно делает так, что только глаза открывает и еще в постели упыривается в корпоративную почту с чатами? Есть такие люди среди вас? У меня почему-то ассоциация с курильщиками проскакивает. Есть многие люди, которые пока не вдуют с утра сигареточку, у них организм физиологический не начинает работать. Тоже одна из форм наркомании. Бывают еще люди говорят, что знаете, а у меня по утрам голова не варит. Есть, да, такие? Тоже я ни на что особо не претендую, но смотрите, вроде бы по утрам это после сна, сон это вроде бы процесс восстановления. Если после процесса восстановления я не восстановился, наверное, есть над чем подумать, правда же? Ну, да, так впрямую ни на что не намекаю, но повод подумать есть. До проверки почты и чатов, как только я увижу то, что мне прибило за ночь, это тут же сломает мою всю картину важности и срочности за счет вот этого наслоения бонуса к ощущению важности. Что такое зеленая задача? Зеленая задача это та, которую, если ты не сделаешь, в принципе, ничего страшного, но если ты сделаешь, станет хорошо. Говорят, это немножко сексистский момент, но тем не менее, ты можешь сколько угодно мыть полы, но принц у тебя от этого не появится. Это не значит, что мыть полы плохо, это значит, что мыть полы недостаточно. Есть что-то еще. Многие говорят, что если я не буду мыть полы, у меня принц сбежит, сбежит, если вдруг каким-то чудом до этого заведется. Но если его сейчас нет, можно сколько угодно мыть полы или писать отчеты или делать еще что-то в этом роде, но он от этого не появится. И неприятность. Понять, является ли какая-то конкретная задача зеленой или не является, можно очень просто. Вы берете эту задачу и задаете ей серию вопросов. Что бы что? Она вам зачем нужна? Если за 2-3-4 шага ответов на вопрос что бы что, а вот что бы это, что бы что, а вот что бы это, вы приходите к тому, от чего у вас прет или, знаете, внутри бабочки шевелится, это с хорошей вероятностью зеленая задача. Если вдруг, что бы что, ну потому что я же должен, там любой правильный, вставляйте какую-то роль, он же обязан, или еще иногда очень часто так люди ко мне приходят и говорят, а что мне сделать, чтобы я английский выучить? Я говорю, хочешь выучить английский? Очень хочу выучить английский. И ты видишь, у них плечи вжимаются, глаза зажмуриваются, вот прям видно, как вроде бы на уровне сознания они про английский что-то так говорят, а на уровне физиологии ее крайне тяжело обмануть. Они прям, я очень хочу выучить английский. Вот это не призеленную задачу. Опять же, это не в том, что английский учить плохо, просто для кого-то выучить английский, а для кого-то выучить английский. Это разный процесс. Зеленая задача это то, что помогает вам приблизиться к тому, от чего хоть как-то прет. как бы ужасной, странной, непонятной, иррациональной вот эта штука не казалась. Ну и маленькую задачу это тоже важная составляющая рецепта. Маленькая задача. Я не пытаюсь вас подтолкнуть к тому, что вот пока вы там не достигли всего, чего хотели в жизни, ни в коем случае не проверяйте чаты. Нет. Маленькую задачу подавляющее число больших значимых вещей достигаются за пусть большое количество, но очень маленьких задачек. Мало того, это наше свойство сознания, свойство нашего ума. Все, наверное, с этим сталкивались. А выбор между важной задачей и срочной задачей. Кто себя находил в этой ситуации? Ты приходишь на работу, у тебя с одной стороны есть важная задача, она не горит, но она важная, ее надо по чуть-чуть пилить к тому, чтобы в нужный момент довести до завершения. И тут прилетает что-то срочное. По умолчанию вы за что тянетесь-то? За что? Да. Вот многие говорят, срочное-срочное, в реальности между важным и срочным мы выбираем простое и понятное. И мы так устроены, перезаписать это бесконечно сложно, если вообще возможно. И мы с этим даже не пытаемся бороться. Мы берем какую-то большую вещь, от которой нас прет и выделяем, отщипливаем, отколупываем от нее маленькие обезьяно-понятные кусочки. Я в книжку утащил определение, сколько уж, лет пять, наверное, назад, девушка у меня на форуме описала, что значит хорошо сформулированная задача. Она написала, мне иногда помогает представить, что я рассказываю последовательность действий не очень умной служанки, как вынесенных ветром была девочка-негритянка. Правда, жизнь заключается в том, что мы большую часть жизни проводим в этом режиме девочки-негритянки или обезьянки, кому как больше нравится. Можете это отрицать, можете с этим не соглашаться, но вы ничего не поменяете. И тоже один из экспериментов, который я делал со своими ребятами, друзьями из Риги, они делают программку для управления списком задач. Мы в какой-то момент выгрузили обезличенные данные по формулировкам полумиллиона задач и посмотрели, есть ли статистически значимые отличия во времени завершения этих задач. Да, есть. И мы смогли составить топ плохих слов, топ хороших слов. Задачи, которые начинаются с плохих слов, как правило, дольше живут и реже завершаются. Вот то, что там надо попробовать, придумать, выявить, посвятить, научиться читать, адаптировать и писать и ознакомиться, многие из них не завершены и тянутся долго. А распечатать, сказать, выслать, зарядить, сообщить, скинуть, положить легко. Многие задачи, начинающиеся с этого глагола, они были завершены и завершены достаточно быстро. Вот. Очень простой рецепт. Регулярно маленькую, зелененькую задачу до проверки почты и чатов. Вот. Меня сейчас выгоняют, у меня еще 14 секунд, я последнюю картинку вам покажу. Связь работы и личной жизнью. Я смотрел, как связанное уровне успевания на работе и уровне успевания в личной жизни. И, наверное, эта картинка тоже вам о чем-то говорит. Смотрите, на первом уровне успевания на работе очень мало людей, которые хорошо успевают в личной жизни. Там все, ну, в оригинале было коричнево, здесь стало красненькое. На втором уровне успевания на работе меньше тех, кто плохо успевает в личной жизни. На третьем еще меньше, на четвертом еще меньше, на пятом еще меньше. И на пятом уровне успевания на работе очень много зелёных в личной жизни. Это примерно такие же картинки есть и с другой штуки, отнормированные по личной жизни. Это маленький тонкий намёк о том, что вот эта пресловутая модель баланса между работой и личной жизнью может быть не до конца правда. Потому что слово «баланс» как бы немножко намекает на то, чтобы у нас было больше работы, надо отожрать личную жизнь. Чтобы было больше личной жизни, нужно отожрать работу. А в реальности всё несколько иначе. У тебя есть какая-то вещь, которая делает больше и там, и там, либо меньше и там, и там. Подумайте об этом. Спасибо, Михаил. Спасибо.